Эван Кармайкл Дубль первый. Сегодня в студии молодой, сверхуспешный предприниматель Эван Кармайкл. Эван Кармайкл. Эван Кармайкл. Этот парень просто сила природы. Эван Кармайкл, эксперт в области предпринимательства. Меня зовут Эван Кармайкл. Я верю в предпринимателей. Когда я был молод, у меня была просто куча различных бизнес-идей. Своё первое дело я начал в возрасте пяти лет. Я убедил свою трёхлетнюю сестру продавать рисунки и бейсбольные карточки на гаражных распродажах. Всё в этом духе. Во время учёбы в старших классах я не думал, что стану предпринимателем. Я видел себя вице-президентом какого-либо банка. В университете я познакомился с двумя ребятами, которые пытались раскрутить свою компанию по производству программного обеспечения. Они вкладывали в неё всё, что могли, но это не переносило результатов. Я присоединился к ним, стал владельцем и директором. И в последний год обучения я получил такие предложения о работе, о которых ранее мог только мечтать. Я не мог представить, что смогу работать в таких компаниях. Я чувствовал, что что-то было не так. До того момента я был уверен, что я буду корпоративным работником. Моя жизнь была просто ужасной. Но я не жаловался, потому что занимался тем, что мне действительно нравится, что я умел и к чему чувствовал страсть. Мои друзья считали меня сумасшедшим. Начать свой бизнес – это трудно. Жаль, что мне никто не сказал об этом, когда я основал свою первую компанию. В учебниках всегда очень просто. Сделай то, сделай это, применяй эти простые правила и бац, ты успешен. Но на практике такого не бывает. В течение прошлых десяти с чем-то лет я основал свое дело. Я помогаю предпринимателям поверить в себя и начать строить великолепные компании. Необходимо слушать свое сердце. Вот как я считаю, надо иметь страсть к своему делу. Вот что следует знать об успехе, будучи предпринимателем. Успех не выглядит вот так. Это не прямая линия, а ряд взлетов и падений. Я бы хотел, чтобы кто-то подготовил меня. Идея, с которой вы начинаете в конце, может стать совершенно другой. Начать свое дело трудно, но это возможно. Сможете и вы. Люди часто начинают не по тем причинам. Они просто пытаются заработать деньги. Когда вам необходимо принять трудное решение, будь то бизнес или ваша личная жизнь, лучшее, что вы можете сделать, это будет лучшим решением. Слушайте ваше сердце. Главный вопрос, насколько вы этого хотите. Да, начать свое дело трудно, но это реально. Верьте в себя. Белее. Продолжение следует...